В последние годы в Израиле строится много жилых домов-башен. Домов порядка 30 этажей, чуть выше, чуть ниже. И эта тенденция приобретает все больше размах. Казалось бы, города с такими башнями выглядят очень привлекательно, поскольку люди живут в башнях, а между ними есть пространство для газонов, деревьев и так далее. Человек не чувствует городской тесноты. Тут мы можем даже вспомнить Чернышевского, что делать. Герои жили в таких домах-башнях, возделывали поля, а сами наслаждались жизнью в домах-башнях. И, между прочим, если обратите внимание, там есть такая глава, где на зиму они уезжали в домах-башни, расположенные в таком месте, где есть пустыня и море. Вот, боюсь, что уже Чернышевский давал дымек на наши места. Так ли хороша эта тенденция? Давайте рассмотрим поближе. Во-первых, дома-башни, они серьезно дороже. В них есть довольно дорогое оборудование, прежде всего. Это высотные лифты, которых должно быть несколько, потому что если один откажет, то людям просто нечего будет делать, окажется западнее. Также поднимать на большую высоту воду, водопровод, это тоже большая проблема. И поэтому каждые 15 этажей в очень высоких зданиях нужно делать технический этаж, где вот такие емкости и перекачка снизу вверх. То же самое канализация имеет серьезные проблемы, а также мусоропроводы, мусоропроводы со специальной пневматикой и так далее. Довольно дорогостроющее устройство. Кроме того, нужно активную пожаротушащую систему делать, очень серьезно, поскольку пожарная машина к такому дому, она не особо подъезжает, даже если подъедет до 30 этажа. Это большая проблема достать. И эти системы тоже стоят замечательных средств. Как жить на высоких этажах? Ну, с одной стороны, вид и свежий воздух, между прочим. А с другой стороны, ветер, он очень сильно увеличивается с подъемом от земли, поскольку трение об землю уменьшается. И большая проблема использовать балконы в таких домах. И порывы ветра, они настолько велики. Вот один из наших участников, нашей группы, Михаил Карповский, он жил в таком доме и говорил, что в ветреный день он не мог открыть входную дверь. Вот. Поэтому в таких домах должна быть принудительная вентиляция, которая регулирует давление воздуха и не дает вот этим порывам ветра производить переворот внутри дома. В целом, учитывая вот все это вышесказанное, не только строительство такого дома, оно существенно дороже, но и его содержание. Известна цифра, что в Америке содержание, текущее ежемесячное взнос жильцов дома составляет порядка от 600 до 1000 долларов в месяц. Ну, в Израиле эта сумма оценивается примерно 1000-1500 шекелей. Вот. У меня знакомые есть в небоскребе таком Натане на берегу моря, вот я знаю, там около 1400 шекелей месячных взнос. То есть люди состоятельные могут себе это позволить, а для людей скромного достатка эта сумма уже является серьезной перегрузкой. Кроме того, мы живем в стране, где не всегда с точки зрения военной безопасности спокойно. И мы знаем, что у наших врагов появляется высокоточная ракета. Такой дом – это просто идеальная цель для атаки такой высокоточной ракеты. Будучи достаточно массой заряда, она просто может ее уничтожать. Потери могут быть очень большие. В технионе есть профессор архитектуры и городского планирования Рахель Альтерман. Она уже долгие годы, долгие годы воюет против этой тенденции строительства домов-башен в Израиле. И даже у меня присутствует картинка из ее презентации, которая довольно давно, по-моему, в 2016 году была сделана. Вот эта даже ссылка на Ютьюбе. Содержание этих домов настолько проблематично. Вот она дала картинку, как может выглядеть новый красивый высотный дом. И как они выглядят 20 лет спустя с тем содержанием, которое жильцы Израиля могут себе позволить. Продолжение следует...